Здарова! Сегодня я побывал в 2012-м и нырыл пару интересных шпил, которые ты обязан увидеть. Так что собирай всё самое необходимое и вперёд в прошлое! Во-первых, я нашёл крутой платформер, где тебе предстоит вместе с сексуальной расхитительницей гробниц найти таинственное зеркало, нарваться на неприятности и найти приключения на её сочный орех. Я думаю, ты понял о ком я. Да, это любимая Лара Крофт в андроид-версии Garden of Light. Великолепный платформер с первым нестандартным взглядом на геймплей серии. Наконец, хоть кому-то захотелось посмотреть на Лару сверху. Отряд наёмников случайно выпускает на свободу повелителя тьмы. И тебе предстоит за сутки истребить зло, чтобы проклятие не покрыло весь мир. Тебя ждут сотни противников, интересных головоломок, десятки уникальных боссов, огромный арсенал оружия и захватывающий сюжет, лежащий вне основной сюжетной линии. Ты давно позабыл о толерантности к зомби. Истребляешь их пачками и даже не задумываешься о том, каково им без мозгов пытаться заполучить чужие. Но я нашёл игру, которая позволит тебе почувствовать себя в их шкуре и даже попробовать себя в роли их мозга. Flight of the Zombie – это увлекательная аркадная головоломка, предоставляющая возможность поиграть за сторону зомби. Бесчувственные людишки хотят истребить ваших братьев, а ведь им просто хочется кушать. Проблема в том, что у ходячих совсем нет мозгов. Так что именно тебе предстоит решать головоломки, чертить путь к людишкам и мозгам так, чтобы не нарваться на неприятности в виде дробовика и не потерять голову в погоне за счастьем. Пройди 30 мозговыносящих головоломок, зарабатывай аксессуары и открывай новые виды зомби для удачного прохождения. Говорят, что у всего живого на Земле есть душа. Существует даже легенда, что душа присутствует в каждом липецке дерева. И когда они опадают, их души попадают в рай. Интересно, какие тогда попадают в ад? Быть может, листья конопли? Они ведь стольких из нас погубили. Спирис – это настоящая сказка о путешествии духов, опавших листьев домой. В твои задачи входит без прямого контроля направлять души так, чтобы они добрались до портала, меняя их состояние. Каждый дух может быть принесен в жертву, чтобы выполнить одно из четырех действий ради того, чтобы построить мост из листьев, создать дующее облако, прорыть туннель или блокировать ветровые течения, для того, чтобы по ним прошли другие духи. Как ты достигнешь необходимой цели, зависит только от твоей фантазии. А еще, чувак, я нашел страшно нелегальную игрушку. Я не знаю, какой маньяк ее придумал, но тебе предстоит перевозить детей нелегально на фургоне. Чувак, она настолько нелегальна, что в описании написано, что нам предстоит перевозить животных. Снегглтрак – это достаточно странные гонки, где тебе предстоит преодолевая препятствия и трамплины, сохранить как можно большее количество детей в фургоне. Со временем до разработчиков очевидно дошло, что же они создали, и в игру были добавлены еще и зверушки. Так что теперь объектов для похищений и издевательств стало больше. В игре куча уровней, всяких бонусов и достижений. А при помощи крутого редактора уровней, ты сможешь создать свой или сыграть в любой из 30 тысяч существующих. Ты можешь себе представить, что в будущем, когда мы изобретем бессмертие и искусственный интеллект, нас поработят не роботы со сверхразумом, а какие-то тараканы? Ну вот и я не мог себе такого представить. Так что нам придется обдумать вариант даже бластеров, стреляющих тапками и газетами. Всякое может быть. Но жуки в Star Warfare 2 это не главное. Главное то, что это крутейший кооперативный экшен на андроид-платформе. В нем великолепная графика, куча одиночных и мультиплеерных карт, сражения с боссами для троих игроков, дедмачи друг против друга и полсотни видов оружия с несколькими стадиями апгрейда. Используй транспортные средства, телепорты и спецспособности. Зарабатывай золото и покупай уникальные части экипировки. Собирай коллекции для особых бафов. Стражайся с друзьями и спаси планету вместе. Ну что ж, на сегодня это все. Увидимся в ТОПе! ТОПе!